Помните обзор на Ламзу Атлантис? Вот и я начал забывать. Сегодня у меня в руках ее прямой конкурент, который собран лучше, весит меньше, но и стоит не многим дороже. Сегодня я расскажу вам почему я влюбился в Нинджу Цесора и почему данный экземпляр не сможет оставить равнодушным никого. Обнажу всю подноготную касательно стоимости данной мышки. На Али цена колеблется в районе 8100 рублей, но если вы уже подсчитали через сколько обедов в столовке сможете себе ее позволить, уточню, что на данный момент возможности бесплатной доставки у китайцев отсутствует, поэтому придется накинуть еще 600 рублей сверху. Да, на официальном сайте Нинджу Цесора указана цена в 94 доллара, это примерно 7500, но в России их почтовый голубь не летает, а значит надо будет самому искать способ отправки, что есть само по себе не бесплатно и вообще лень. А на Азоне за грызу она просит больше 10 тысяч рублей. Так что за стандарт берем цену с Алика 8700. На момент выхода этого обзора мышь существует в четырех расцветках. Черный, белый и два лимитированных, это розовый и красный. Где они нашли красный на картинке никому не понятно, обе же розовые. Поставляется в красивой, солидной и синей картонной коробке. Содержимый выезжает сбоку, где за полупрозрачной накладкой томится сама мышь и все ее приданное. Да, упаковка Атлантиса выглядит интереснее и свежее, но коробка Сора выполнена в сдержанном стиле без лишних деталей, а минимализм это всегда круто. Внутри коробчонка, помимо мыши, ароматнейшая форма из плотного пенопласта, шлейф амбре которой переносит в палатку с оригинальными кроссовками на центральном рынке в начало десятых годов, когда ты стоишь на картонке в махровых носках и примеряешь одну пару за другой. А в это время твои родители наперебой накидывают аргументов, чтобы скинуть цену еще рублей на 200. Ах детство. Так о чем это я? Под формой лежит коробочка со шнуром питания в мягкой оплетке, переходником для киберкатлет, инструкцией на английском и китайском и запасными тефлоновыми ножками. Однако не густо, особенно оглядываясь на комплект поставки Lamza Atlantis. Но, как говорится в моей голове, не единой комплектации с AdGamer, но всяким параметром девайса. Это были все неприятные новости к этому часу, а теперь настало время рассказать вам о том, почему я являюсь лютым ракообразным, каждый день с момента первых тестов этой мышки зову пацанов пойти со мной во имку. Начну с формы. Пацаны, это прекрасно. Мне не довелось потестить Lamza Atlantis, посему это моя первая мышь для комбинированного хвата. Про Atlantis речь я заявил не случайно, ведь если сравнивать формы, невооруженным глазом различия заметить вряд ли получится. Потому что, по сути, кроме немного более узкой талии и немного более покатого горба, различий нет. До 40 в моем пользовании была мышь Skola G-Wolves. Это эргономичная форма Зои и С1 под ладонно-комбинированный хват. Держал я ее примерно так. Это позволяло мне более-менее сносно для 120 часов кс настреливать ботов и своих парней. Сразу скажу, что я не очень люблю мм, так как кроме аима, там нужно шарить за такие понятия, как тактика, геометрия карты, психология противника. В этом я полный профан. А сливать катки типам желания нет. Но когда я взял в руки ссору, я немного прихузивился тому, насколько выросло ощущение контроля мыши. Нет, меня не будет на хелтв, 1хбет не пригласит рекламу, а мой английский will not make it better, because I don't give a fuck about his ports. Зато против моих корешей, в ДМке или против пачки ботов временами я буду неотразим. Горб мыши упирается прямиком в середину моей ладони, позволяя кончикам пальцев лечь на ЛКМ-ПКМ. Осужающиеся к низу боковые грани, на которых находятся большой и безымянный пальцы, обеспечивают максимально плотный контакт мыши с рукой. Я бы сказал, что мышь становится продолжением ладони, ведь ее вес в 47 граммов, особенно после 65, практически не ощущается. Да, производитель заявляет о 45 граммах с погрешностью в 2 единицы, но не стоит забывать, что весь корпус мыши выполнен из цельного пластика, то есть ни сот, ни дырявого днища у этого аппарата нет. Это все к чему? К тому, что вес Ламзу Атлантис с ее техническими отверстиями немногим больше 55 граммов. Хорошо, тут явный проигрыш в цифрах, но чем-то это обусловлено, чем-то ребята из Нинджуста должны были пожертвовать ради веса. Прежде чем изучать внутренности мыши, стоит сказать, что пластик крайне приятен на ощупь. При сдавливании ни одна часть мыши не хрустит, не скрипит и вообще не издает никаких звуков. Спинку и дно продавить не получается вообще, а вот боковые грани немного подвижны при сильном нажатии, но это такой приятный и упругий ход материала. После разбора мыши многие моменты встают на свои места. Можно заметить, что верхняя часть корпуса, которая представляла собой неизгибаемый кусок пластика в сборе, теперь напоминает обычную банковскую карту. Тем не менее, материал до сих пор выглядит и ощущается, как качественный. Хорошо держать форму в собранном виде, ему помогают ребра жесткости и филигранно подогнанные крепления на донышке. Потихоньку начинают всплывать подробности вопиющей легкости данного девайса. Само донышко, кстати, испечатлено ребрами жесткости, что и дает в конечном итоге всей конструкции такую монолитность. Облегченный пластик это еще не все. Если присмотреться, в верхней плате под боковые микрики мы видим вырезанные отверстия во всех местах, где это только возможно. Меньше материала, меньше вес. Это говорит нам о том, что продукт не является ОЕМ. То есть, эта мышь не очередная болванка с наклейкой логотипа компании, а собственная разработка Нинджутсу. Во всяком случае, считать иначе я не могу, потому что подобных мышей с таким весом я еще не встречал. Самое время разобраться с тем, почему же клики такие приятные. Спойлер, за эти ощущения отвечают далеко не только микрики. Но сперва все же о них. Хуану Blackshell PinkDot на 80 миллионов нажатий. Короткий ход отрабатывания, за счет чего на неделю использования я забыл про мисклики. И четкий бамп. В общем, стандарт качества. А после дживу с ее амрончиками, так вообще сказка. Микрики классные, но вы только посмотрите, как реализовано их взаимодействие с панелями LKM-PKM. Во-первых, в месте соприкосновения с толкателем у панели есть дополнительная накладка из твердого композита, внешне напоминающая стекло. Размещена там для того, чтобы убрать притревел. Во-вторых, с обратной стороны упоров для LKM-PKM проклеены накладки из мягкого, плотного поролона. Они способствуют мягкому возвращению панелей на место после нажатия. В-третьих, на самих микриках с ближней к толкателю стороны проклеены вставки из такого же поролона. Ну и в-четвертых, стоит отметить подгонку микриков под панели, ведь пост-ревел также минимальный. Подводя промежуточный итог, могу сказать, что сборка этой мыши на порядок лучше, чем у Lambs Atlantis. Практически полное отсутствие пре-пост и сай-тревела могут говорить только о том, с каким вниманием разработчики подходили к созданию этой мыши. Пару слов о боковых микриках и энкодере. Это хуанчики с белым толкателем. Как я сказал ранее, жмутся и ощущаются они очень достойно. Сами кнопки расположены так, что случайно не нажмешь. Одним словом, прекрасная реализация. А вот у колесика есть один занимательный момент. Это полумиллиметровый ход влево-вправо между стойками. Люфтом назвать это не могу, так как при использовании мыши по назначению обнаружить этого не удастся. Предположу, что мы имеем дело с недоработкой, но опять же на эксплуатацию это никак не влияет. Само по себе колесо реализовано шикарно. За прокрутку отвечает белый энкодер TTC. Судя по всему, новинка. Отсечки максимально четкие, звук приятный и тихий, а люфта нет вообще. Стойки под энкодер это немного другое. Сердцем, кстати, выступает процессор Pixart PW3395. 650 IPS, 26000 DPI, кому столько вообще надо. Ускорение 50G. Та же топовая модель, что и в Атлантисе. Дикий, дерзкий, энергоэффективный, не срывает, не хандрит. Самые внимательные могли заметить, что мышь у нас беспроводная, поэтому настало время ознакомиться с единственным, на мой взгляд, его компромиссом. Верно, речь про аккумулятор, емкость которого составляет 250 махов. Несмотря на всю энергоэффективность сенсора, показатели автономности оставляют желать лучшего. Производитель на упаковке заявляет о 70 часах работы. При частоте опроса в 1000 Гц, моя мышь прожила 50 часов на полном заряде, что для 250 махов вполне себе неплохой показатель. Софт есть, выглядит. В нем отображается заряд аккумулятора, можно поменять назначение клавиш, цифру DPI, добавить макросы, настроить чувствительность сенсора, высоту отрыва, задержку отлика, режим сна. Иными словами, есть все, что нужно. Снизу белые тефлоновые ножки, кармашек для донгла и два переключателя. Один меняет DPI, а другой отвечает за вкл-выкл. Ну и пара слов о кабеле. В целом, пользоваться девайсом в проводном режиме можно с комфортом, но при игре мышь по ощущениям становится тяжелее, а весовой баланс, который по беспроводу идеален, нарушается и мышь начинает клевать вперед. Так что же мы имеем за 8700 рублей. Топовая начинка, топовая сборка, внимание к деталям на высшем уровне, идеальная форма для комбинированного хвата, сокрытая в корпусе без сот. Единственный спорный момент, который лично я не считаю недостатком, это ее автономность, но суперлегкий вес невозможен без жертв. 8700, конечно, дороговато, но когда итоговая цена на эту мышку опустится до 7500, то берите и не пожалеете. Тогда же можно будет смело сказать гудбай ламзу атлантис. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Некого, никого, никого, никого... О-о-о-о... Достаточно выразительно играю. Спасибо, 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 Пасито, 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 пасито. Пасито, 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 пасито А ты бы что выбрал? Пасито или пасито? Почему, блять? А что бы ты выбрал? Пасито, пасито, самая синяя сито Или пасито?